Быть законопослушным гражданином – обязанность каждого, кто живет в правовом государстве. В том числе, когда речь заходит об уплате налогов. При регистрации в качестве предпринимателя потенциальный бизнесмен вправе выбрать ту форму налогообложения, которая была бы актуальна для него. В Беларуси их три. Это упрощенная система, подоходный налог и единый налог. Чтобы начать применение единого налога, вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателям извещать налоговый орган нет необходимости. Для этого до начала осуществления деятельности нужно подать налоговую декларацию и уплатить налог. В то же время для применения упрощенной системы налогообложения в течение 20 рабочих дней со дня государственной регистрации необходимо представить уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Вновь зарегистрированные предприниматели, а также предприниматели, выбравшие для себя уплату единого налога, обязаны применять данный порядок налогообложения до окончания налогового периода, то есть до конца календарного года. Ежели собственник захочет сменить форму налогообложения, например, перейти на упрощенную, то он вправе это сделать только по окончании налогового периода. Указом президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 года номер 143 о поддержке экономики установлен ряд послаблений. В частности, индивидуальные предприниматели, уплатившие в 2020 году единый налог, вправе в отношении видов деятельности, являющихся объектом налогообложения единым налогом, перейти на упрощенную систему налогообложения. С 1 числа календарного месяца с соблюдением условий ее применения. Для этого с 1 по 20 число календарного месяца налоговый орган по месту постановки на учет необходимо представить уведомление о переходе на упрощенную систему с указанием даты такого перехода. Следует обратить внимание, в случае, если индивидуальный предприниматель в 2019 году отказался от применения упрощенной системы, а с 1 января 2020 года стал плательщиком единого налога, он не вправе воспользоваться послаблениями указа номер 143 в части перехода в 2020 году на применение упрощенной системы налогообложения. Тем, кто прошел процедуру смены формы налогообложения, инспекторы напоминают о том, что это должно быть отражено в подаваемых ими отчетных документах. Кроме того, необходимо отметить, что нормами решения Брестского областного совета депутатов от 18 мая 2020 года предусмотрено уменьшение в два раза размера ставки единого налога, применяемого во втором и третьем кварталах 2020 года. Какие условия должны быть соблюдены для этого и кто сможет воспользоваться нововведением, можно уточнить в налоговых органах по месту постановки на учет.